Посёлок Ортезианский. Здесь живёт больше 300 человек. На месте работает ФАП, принимает фельдшер. К лору, неврологу и другим узким специалистам, местным жителям приходится ездить в районную больницу. А это больше 20 километров отсюда. Жители жалуются, маршруток почти нет. Добираться в больницу приходится на попутках. Тут маршрутки вообще не ходят. У кого свой транспорт только. Вот на своём транспорте соседей нету, к другим обращаются. Если машины нет, так тяжело. Добираются, но тяжело. На попутных машинах. Четверг даже на рынок люди хотят поехать на сторону, через жалкий рынок. Решить проблему помогает губернаторский социальный проект «За здоровье», благодаря которому на Ставрополье с 2018 года жители отдалённых населённых пунктов получают необходимую медицинскую помощь. Врачи краевой и районных больниц обследуют местных жителей прямо дома. «Благодаря Елене Сергеевне Редькиной в том году, если бы не она, я не знаю, что было бы со мной, потому что она мне положила больницу и с инсультом отправила в Будённовск. А так бы, ну я думаю, что я бы не поехала и дотянула бы до последнего». Сама Елена Редькина скромно отмечает – помогать людям её работа. «Просто пришла на приём, положила её в стационар, ну и как-то всё так понеслось. Ну, жива, здорова, очень рада, благодарна». Выезжают районные специалисты по четвергам в каждый из населённых пунктов по расписанию. На этот раз в посёлок Артезианский приехали лор, терапевт, невролог и хирург, а также передвижной флюорограф. «Мы в основном стараемся уделять внимание тем пациентам, которые маломобильные, то есть старшее поколение, лежачие люди, потому что они не могут приехать в поликлинику. Заранее фельдшер готовит таких людей, делаем на дому ЭКГ, делаем обследование, то, что можно сделать в условиях, так сказать, анализы. И врачи, когда приезжают сюда, помимо того, что просто смотрят людей, которые приходят на приём, как врачам, к узким специалистам, осуществляют непосредственно ещё выезд на дом». «Врачи действительно профессионалы своего дела. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Накануне вечером я подвернула ногу, мне было трудно ходить. Врачи заметили это и ринулись помогать. Заведующий Новоселецкой поликлиникой дал свои рекомендации». «Если бы вы в Новоселецком были, мы бы сейчас снимочек сделали на цифровике, понимаете, посмотрели бы. Но я убеждён, что здесь надо снимочек, конечно, сделать. Тугая повязка». По поручению губернатора Владимира Владимирова количество выездов в отдалённые населённые пункты в 2023 году увеличили. Посмотреть график и записаться на приём к специалисту можно в районной больнице, ФАПе или амбулатории в своём населённом пункте. Искренне благодарят врачей за их труд. Кристина Бородюк и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.